Здравствуйте! Добро пожаловать на Кухонь Совет! Сегодня с вами будем готовить просто замечательный, очень красивый, достойный праздничного стола тортик красный бархат с вишневой начинкой и с кремом на белом шоколаде. Он безумно вкусный, очень легкий в приготовлении и, как я уже сказала, достоин любого праздничного стола. И начнем мы с приготовления конфитюры. Для конфитюры я взяла замороженную вишню, добавила к ней сахар, развела кукурузный крахмал в водичке. Если у вас есть возможность, то всегда крахмал разводите в водичке, прежде чем добавлять в конфитюр, поскольку в конфитюре он может комочками свернуться и просто не сработать в качестве загустителя. Доводим до кипения, кипятим буквально 2-3 минуты до начала загущения, перекладываем в другую емкость, накрываем пленочкой в контакт и забываем на 4-6 часов, лучше всего на ночь, я делаю конфитюр накануне. Также я поступаю, на самом деле, из ганашем на белом шоколаде, я тоже готовлю его накануне, а на следующий день уже просто выпекаю и собираю торт. Для ганаша на белом шоколаде нам понадобится белый шоколад залить горячими сливками, все это растворить до состояния эмульсии, накрыть пленочкой в контакт и также забыть минимум на 6 часов. И далее уже переходим к бисквиту. Для него нам понадобится мягкое сливочное масло, обязательно качественное, 82,5% жирности, добавляем щепотку соли и сахар. Обращу ваше внимание на то, что масло должно быть не слишком растаявшим, то есть оно должно быть немного холоднее комнатной температуры для того, чтобы оно хорошо взбилось. Если оно у вас супер перетаявшее, то оно не будет взбиваться, оно будет такой жижей. Как видите, у меня оно хорошо взбилось, масса посветлела и увеличилась в объеме. И теперь в такую массу мы уже добавляем яйца. В масляные смеси всегда добавляем яйца по одному, после каждого хорошо перемешиваем. Если вы добавите яйца все разом, то, скорее всего, масса скомкуется, и итоговый бисквит будет не очень вкусным и не очень удачным. Поэтому не торопимся, добавляем по одному и после каждого промешиваем. Это занимает буквально 30 секунд на каждое яйцо. Итак, добавили последнее яйцо. Все хорошо перемешиваем. И теперь подготавливаем кефир, ряженку, любую кисломолочку жидкую, которая вам нравится. Добавляем растительное масло без запаха и соду. Кефир либо ряженка должны быть комнатной температуры, тогда реакция пойдет лучше. Видите, вот сверху образуется такая пенка. И так нам будет удобнее использовать его. Добавляем к муке столовую ложку какао и разрыхлитель. Теперь в яично-масляную смесь добавляем наш кефир с маслом. Все хорошо перемешиваем до однородности. Покажется, что масса пошла немножко хлопьями или крупинками, ничего страшного. Не переживайте после добавления муки, все будет прекрасно и тесто у вас обязательно получится. Далее просеиваем сюда подготовленные сухие ингредиенты. Пока вы просеиваете, они как раз смешаются. И все, поэтому здорово получится, поэтому можете их отдельно не перемешивать, не пытаться. Обязательно в этот торт просеиваем муку, даже если вы в ней супер уверены, потому что этот торт очень нежный и мука для него должна быть обязательно просеяна. После того, как просеяли, все перемешиваем миксером. Здесь не обязательно взбивать на высоких оборотах. Нам здесь просто нужно объединить массы, поэтому на низких оборотах, чтобы мука не пылила, все перемешиваем до однородности. Масса приобретает такой нежно-коричневый цвет от какао, безумно приятный аромат. И далее переходим к окрашению. Окрашивать тут уже можете на свой вкус сухими гелиевыми красителями, либо натуральными. Единственное, про натуральные помните, что окрашенное тесто натуральными красителями очень много цвета теряет при выпекании, поэтому добавляйте их побольше. Я же буду использовать обычный гелевый краситель, у меня он хороший, и мне для отличного красного цвета хватило одной чайной ложечки. Все хорошо перемешиваем. Обязательно, чтобы нигде не осталось непрокрашенных кусочков теста. И ставим духовку прогреваться до 180 градусов, а пока нужно подготовить противень. Противень у меня размером 40 на 30 сантиметров. Я застилаю его пергаментной бумагой, выпекаю на бумаге для того, чтобы сформировать вот такие вот бортики, уголочки обязательно, потому что если вы вылейте на коврик просто тесто для выпекания, то у вас по краям бисквит будет совершенно другой толщины, не будет четких уголков, и поэтому если вы будете с краев вырезать нужную вам форму, то коржи будут разной толщины. Выливаем тесто на пергамент и хорошо его разравниваем лопаткой, спатулой, шпателем, чем вам удобно. Обязательно нужно выровнять хорошо, потому что коржи должны быть одинаковой толщины по всей своей форме. Благодаря тому, что мы выпекаем одним вот таким большим коржом, бисквит испечется гораздо быстрее, чем если выпекать его в форме, ну и плюс потом не нужно будет заморачиваться на то, чтобы разделять один большой бисквит на маленькие коржики одинаковой толщины. Вот такой получился бисквит после выпечки. Проверяем шпажкой. Она должна выходить сухая. Видите, он почти не изменил цвет, сверху просто запеченная корочка, но внутри он ярко-красный, ровно такой, как мы изначально окрасили тесто. Я вырезала сердечки, потому что впереди 14 февраля, и мне захотелось сделать торт-сердечко. Вы можете вырезать любую удобную для вас форму трафарет, либо использовать готовые формы, а обрезки просто использовать на трайфлы, либо кушать просто так, потому что этот бисквит безумно вкусный и без крема, и поверьте, ваши домашние съедят его с удовольствием. Посмотрите, какой он пористый, влажный, нежнейший, просто потрясающий бисквит, совершенно не требующий ни пропитки, никакого дополнения. Но мы с вами не можем остановиться просто на бисквите, поэтому, конечно же, дополним его кремом. Итак, для крема нам понадобится сливочный сыр. Не советую здесь использовать маскарпоне, он будет жирноват для данного крема. Берем сливочный сыр, взбиваем его немножко для того, чтобы вот этот вот твердый комок разошелся, и добавляем наш отстоявшийся в холодильнике ганаш. И все уже после этого взбиваем на высоких оборотах до посветления и пышности, и до приобретения кремом такой плотной, устойчивой консистенции. Сначала все разжижится, вы не пугайтесь, продолжайте взбивать, и через пару минут увидите, как крем начнет густеть, и посмотрите, какой он плотный и прекрасный, с ним просто очень удобно работать. Поэтому переходим сразу к сборке. Чем еще хорош вот этот вариант бисквита, ему не нужно отлеживаться, то есть вы его выпекли, он остыл, и можно сразу собирать торт. Обязательно смазываем подложку кремом, и выкладываем первый корж. Далее по краешку проходим из кондитерского мешка с круглой насадкой, выдавливая вот такие вот шарики. Не выдавливайте их слишком близко к краю, поскольку потом под весом остальных коржей и крема шарики немножко расплывутся, и для того, чтобы они сильно за края вашей вырезанной формы не выходили, нужно немножечко оставлять запас 2-3 мм. Делаем так по всей поверхности и далее выкладываем конфитюр. Конфитюру кладем столько, сколько вам нравится, но здесь на самом деле вишни много быть не может. Она кисленькая, вкусная, классно оттеняет очень вкус, поэтому советую вам не жалеть и не класть конфитюра мало. Так поступаем со всеми слоями. Верхний слой украшаем по своему вкусу. Я украсила свежими ягодами. Торт не должен отстаиваться, его можно сразу кушать. Поверьте мне, долго он у вас не простоит. Разрез у него просто потрясающий. И я думаю, что все ваши гости, домочадцы, дети, друзья и знакомые будут просто в восторге. Я даже в этом уверена. И главное, вы не потратите слишком много времени на приготовление данного торта. И главное, что результат будет гарантированно прекрасным. Поэтому готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok